МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Родион Архипов. Правительство страны оценило эффективность деятельности органов исполнительной власти, субъектов России и распределило гранты в форме межбюджетных трансферов. Чувашская республика заняла 28-е место среди регионов России и 2-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Глава Минрегиона отметил, что в Чувашии превышен показатель ввода жилья по сравнению с докризисным 2008 годом. Игорь Сленяев отметил нашу республику и в числе 26 регионов, где продолжительность жизни выше среднероссийского значения. Положительное влияние на результат по Чувашии оказали также объем инвестиций в основной капитал на одного жителя, объем налоговых и неналоговых доходов, уровень безработицы и другие критерии. Оценка эффективности региональных органов власти рассчитывается в соответствии с указом президента России на основе 12 показателей. В частности, это уровень бюджетных доходов, доходов граждан, продолжительность жизни, смертность, профилактика социального сиротства, а также удовлетворенность граждан деятельностью местных должностных лиц. Татьяна Молокова, Республика. Национальный вопрос. На очередном совете Приволжского федерального округа обсудили, как в регионах реализуется стратегия национальной политики. Заседание провел полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Межэтнические конфликты в ПФО уже имели место и вызвали широкий резонанс. Какие выводы были сделаны? Об этом тоже говорили на совете. Участие в нем принял и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вопросам национальной политики в России всегда уделяли большое внимание. Год назад президент страны утвердил государственную стратегию на 12 лет вперед. А позже Владимир Путин сделал акцент на этот вопрос и в своем послании. Недавние события, которые произошли в ряде регионов ПФО, подтвердили, что только одной искры достаточно, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Массовые беспорядки в татарском городе Нурлат и саратовском Пугачев закончились плачевно. Впредь такого допускать нельзя, отметил полномочный представитель. Мы научились работать в этих непростых условиях, или, скажем, учимся работать в этих условиях. И последние события в Белорусской республике Башкортостан, в Барсамасе, Нижегородской области, показали, что при наличии оперативного вмешательства органов исполнительной власти, субъектов федерации, правоохранительной системы, эти проблемы можно купировать. Многонациональный состав населения, большое количество религиозных организаций, массовые миграционные потоки. Все это характерно для субъектов округа. После беспорядков был проведен подробный анализ в каждом регионе. Но чтобы подобного не происходило впредь, необходимы действенные меры. Работа проводится. В Поволжье намерены создать трехуровневую систему исламского образования и центры повышения квалификации для священников. Кроме того, вы знаете, что президентом подписан федеральный закон, который определяет ответственность главных регионов и муниципальных образований за стояние межнациональных и межнациональных отношений на верных территориях. Но решение необходимо принимать и на законодательном уровне. В ближайшее время в регионах разработают местные стратегии национальной политики. Такой документ скоро появится и в республике. Мы представили Министерство регионального развития Российской Федерации, утвердили его, потому что обсуждали общественными организациями, и дальше, соответственно, укреплять все эти наши отношения. На территории нашей республики все нации живут в мире согласия. Самое главное, наше дело не давать поводов для определенных ситуаций, чтобы эта тема раскручивалась. Но главное, чтобы эти программы принимались не ради галочки. Их необходимо сделать полноценной дорожной картой, потребовал полномочный представитель. Окончательные варианты региональных стратегий должны быть утверждены через два года. Идею участников совета полпред одобрил. Медриковалев Евгений Анисимов. Республика. Из Ульяновска. Их служба и опасна, и трудна. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности. Пораздравить тех, кто стоит на страже интересов государства, приехал и глава Чуваши. Все сотрудники органов безопасности сегодня на высоком профессиональном уровне выполняют свой долг. Это служение отечеству, охрана общественного порядка. На переднем крае борьба с терроризмом, экстремизмом, борьба с организованной преступностью, борьба с коррупцией. И на самом деле есть соответствующие результаты. Михаил Игнатьев в своей речи отметил, что сотрудники органов безопасности достойно служат отечеству. На самом высоком профессиональном уровне охраняют порядок. Благодаря их мужеству в Чувашии сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация. За успехи, достигнутые в оперативно-служебной деятельности, глава Чувашии вручил военнослужащим благодарности и часы. Сегодня впервые в Чебоксарах прошла конференция энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чувашии. В современных экономических условиях вопросы энергосбережения и энергоэффективности приобретают ключевое значение для республики и страны в целом. Какая работа проводится в республике в этой сфере в нашем репортаже? В рамках конференции прошла выставка предприятий и организаций, реализующих проекты в области энергосбережения. А на самом заседании с приветственным словом к участникам конференции обратился председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин. Он отметил, что от того, как сегодня обстоит дело с энергосбережением, зависит и состояние дел во всех сферах экономики. Премьер-министр акцентировал внимание на отрасли ЖКХ, где сильно выросла стоимость коммунальных услуг. Вопросы энергопотребления встали во главу угла. О том, что делается в различных отраслях экономики Чувашии, для повышения энергоэффективности, сообщит глава Минстроя Олег Марков. В частности, в рамках специальной государственной программы ряд предприятий и организаций проходит энергоаудит. Завершены работы по установке приборов учета в многоквартирных домах, где эту работу обязаны были провести. Но проблемы остаются. Одна из них – большой износ осветительного оборудования в городах и районах Чувашии. Модернизация уличного освещения ведется в Шумерле и Чебоксарах, что по ожиданиям улучшит ситуацию с энергопотреблением. Участники конференции обсудят применение инновационных проектов, а также проблемы повышения энергоэффективности промышленных предприятий, без чего также немыслимо движение вперед. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. На заводе солнечных модулей заработала новая энергоустановка. Разумеется, солнечная. Насколько эффективно нововведение, а главное, как скоро завод начнет выпускать долгожданную продукцию, в числе журналистов республиканских СМИ выясняла и наша съемочная группа. В чистом заснеженном поле энергоустановка выглядит немного странно. Тем не менее, эти несколько планшетов способны вырабатывать 44 кВт в час. Вполне достаточно для 10-15 квартир. С той лишь разницей, что для многоквартирного дома такие модули не подойдут. На крыше для них мало места. А вот предприятию Хевил дополнительный источник питания, систем внешнего освещения не помешает. К тому же средства сэкономят. Пока же установку можно использовать и для рекламы будущей продукции. Очень сложное производство. У нас и химия сложная, и сложная обработка очень точных материалов. Лазеры стоят у нас. Целая серьезная технологическая система, с которой мы, собственно, и работаем. Так что очень скоро мы вас пригласим на открытие. Мы все ждем. Как долго придется ждать? Руководителя Хевилла допрашивали уже журналисты. Не секрет, что графики ввода предприятий в строй неоднократно корректировались. Мы исходим с того, что в 2014 году завод выйдет на полный выпуск, полный проектный выпуск своей продукции. За предприятие заступился и премьер-министр. По его словам, завод с самого начала строительства, добросовестный налогоплательщик и работодатель. В свою очередь, правительство республики готово поддержать градообразующие предприятия. Как раз такую поддержку имел в виду глава Чуашия, говоря о налоговых каникулах для крупных инвесторов. Правительство работает по этому поводу. Предложение, в том числе от руководства Хевилла, было рассмотреть льготы для инвесторов свыше определенной суммы, когда вкладываются сотни миллионов рублей, чтобы для них были более понятные условия игры, какие-то дополнительные льготы. Работа ведется. Я думаю, что два министерства, это министерство экономики и финансы, в ближайшее время несут изменения в два закона. Это закон о налоговом регулировании и закон об инвесторной деятельности. Пока шли разговоры, новая энергоустановка потихоньку работала, делала первый вклад в программу повышения энергоэффективности завода. Со временем к опытному образцу добавятся другие установки. Территория вокруг производственного корпуса позволяет, а модули, надеемся, будут уже свои. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Еще на три года продлена программа региональных авиаперевозок. С 1 января 2014 года вступает в силу постановления правительства России, в котором определена схема субсидирования авиаперевозок на ближайшие годы. Программа региональных перелетов предполагала субсидирование стоимости билета. Половину оплачивал пассажир, другая половина в равных долях финансировалась федеральным и региональным бюджетами. В 2014 году от второй части 60% будет выделять федеральный бюджет и 40% – региональный. Как отметил полпред в ПФО Михаил Бабич, правительство пошло на то, чтобы большую часть расходов взять на себя и не накладывать большую нагрузку на региональные бюджеты. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев и исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Новая скорая неотложная помощь» Илья Ковалев подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, процесс транспортного обеспечения службы скорой медицинской помощи превратится в аутсорсинг. При этом весь врачебный и сестринский персонал останется в штате учреждений здравоохранения. Их деятельность будет финансироваться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Бесплатное оказание медицинской помощи населению гарантируется в полном объеме. Обновление парка скорой помощи – это в чистом виде инвестиции, которые одномоментно придут в город Чебоксара, Новый Чебоксарск в виде новых автомобилей. И это является только автомобилями. Потому что все, что касается медицинского обеспечения, медицинской составляющей – это все остается в структуре Министерства здравоохранения Чувашской республики. И оплата идет по тарифу Фонда обязательного медицинского страхования. Одному из старейших факультетов Чувашского государственного университета имени Ульянова – машиностроительному – исполнилось 45 лет. За это время на счету университета около 7 тысяч выпускников этой специальности. Многие промышленные предприятия города, республики и страны тесно сотрудничают с вузом. А списки бывших студентов, ныне руководителей предприятий, постоянно пополняются. Подробно о праздновании юбилея в нашем выпуске в понедельник. У петард и хлопушек взрывной характер. Сотрудники МЧС не устают предупреждать об этом. На днях чувашские спасатели выпустили серию буклетов, которые призваны напоминать людям об элементарных правилах собственной безопасности. Одними из первых полезные листовки оценили мои коллеги Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Любой фейерверк – мини-взрыв. Неразумно устраивать его дома. Читаем об этом в ярком буклете. Тут же правило запуска фейерверков и телефон, по которому следует звонить, если беда все же произошла. На создание таких наглядных пособий сотрудников МЧС натолкнула печальная статистика происшествий, которые ежегодно повторяются в дни праздников. Наступают очень веселые и праздничные дни, во время которых мы, конечно, создаем всплеск хлопушек, гирлян, петард. Соответственно, это может привести в какую-то определенную травму, увечье, возникнуть пожар. Во-первых, хочется подчеркнуть, что нельзя заниматься самозаготовлением данных петард и хлопушек. Нельзя покупать товар, не ссоциированный, в неопределенных местах. То есть товар должен быть ссоциированный, иметь належащую инструкцию на русском языке, читаемую. И, соответственно, определены места запуска данных феврировщих изделий. В городе Чебоксары 65 штук, 65 мест, в республике 82. То есть в отсутствие данных мест просто петарды не запускают, потому что может быть близкое состояние до квартир, до домов, что может привести к пожару. Порядка трех лет назад в Чебоксарах был случай, когда петарда залетела в квартиру одного из открытых окон балкона, причинила ущерб, привело к возгоранию. И еще у нас был случай, когда неправильно запускали петарды, просто человек оторвал руки. Фотографии и надписи к ним сотрудники Чувашского МЧС подбирали сами. Старались выбирать такие, которые смогут заставить задуматься и взрослого, и ребенка. В ближайшее время яркие листовки появятся в самых разных уголках города. В общественном транспорте, на информационных стендах, в школах и детских садах. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Ну а герои нашего следующего сюжета эти правила знают лучше всех. На протяжении нескольких лет они устраивают в Чебоксарах фаер-шоу. Звездный час для артистов пробьет 27 декабря. Они станут участниками эстафеты Олимпийского огня. Правда, не в качестве факелоносцев. Их выступление оценят зрители, которые соберутся на стадионе Олимпийский. Некоторые секреты они раскрыли нашей съемочной группе. Раз, два, три, четыре. На репетиции фаер-шоу в спортивном зале огонь только воображаемый. Реквизит спиннеров загорится на сцене. Веера, цепи и шары обработают специальным долгодействующим раствором. За неделю до выступления они оттачивают до идеала свои движения. Мелочей здесь быть не может. Очень важно, чтобы девочки держали себя в форме, чтобы девочки были красивыми, ухаживали с собой, чтобы был красивый костюм. И, естественно, это все в сопровождении огня очень красиво смотрится. Обещают, что это будет поистине красочный номер. Придумывать его фаер-шики начали год назад. Именно тогда им поступило предложение стать частью большого концерта, который завершит эстафету Олимпийского огня. Сделать что-то необычное артистам было необходимо. Их танец – финальные аккорды шоу. Такого чебоксарцы еще не видели. Говорят ребята. Данный номер символизирует то массовое проявление и показывает тот самый огонь. После выступления на концерте они получат путевку на Олимпийские игры. Команда прошла жесткий отбор. Свои лучшие номера спиннеры представят на суд спортсменов и гостей города Сочи. Организаторы предложили нам поучаствовать в небольших сказках в количестве 12 штук, которые они делают на базе артистов, которые у них выступают на протяжении всего времени проведения Олимпиады. Ну а пока их график расписан буквально по минутам. На следующей неделе начнутся репетиции с огнем. У девичебоксарцев и гостей столицы артисты уже готовы. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью заместителя министра по физической культуре, спорту и туризму Сергея Шелтукова. Он расскажет о подробностях эстафеты Олимпийского огня. Это все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»